Так ты религиозный? Ты веришь в Создателя или Высшую Силу или что-то? Нет, я не верю. Это называется проблемой зла, верно? И это очень старая идея. Я думаю, что ты очень близок, не знаю, к палестинцам. Да. Что ты думаешь? Большинство этих людей становятся атеистами или они больше верят в Бога? Они больше верят в Бога. Почему? Да. Но потом я вижу других людей, которые просто живут всю жизнь в страданиях. И вся их жизнь прискорбна. Мы можем доказать, что Коран и Ислам истина. Это не то, что мы просто верим, что Коран и Ислам истина. Нет. Есть доказательства того, что Ислам и Коран истина. Ты итальянец? Нет, я из Аргентины. Но я немного говорю по-итальянски. Понятно. Я хочу сказать тебе. Я посмотрел несколько твоих видео на Ютубе. И они мне очень понравились. Хорошо. Я приехал сюда в Лондон, и я увидел тебя и захотел встретиться. Так ты религиозный? Ты веришь в Создателя? Или Высшую Силу, или что-то? Нет, я не верю. Хорошо. Я хотел бы спросить тебя, как ты видишь, или как ты объяснишь, что Бог Добра позволяет существование зла в этом мире? Позволь мне дать тебе микрофон, потому что твой голос довольно тихий. Мой голос намного громче, чем твой. Можешь прикрепить его куда угодно. Ты сказал, как я могу позволить? Потому что я не расслышал вопроса. Извиняюсь. Мой вопрос в том, как ты видишь, что Бог допускает присутствие зла в этом мире? Хорошо. Это называется вообще проблема зла? Да. Это называется проблема зла. Верно? И это очень старая идея. Мы говорим, что есть много способов взглянуть на это, правильно? Первый способ. Например, для меня, чтобы сказать тебе что-то зло или боль, которую ты чувствуешь в твоей жизни, дает тебе знание и опыт. Дает что? Знание и опыт. Хорошо, да. Если ты не пройдешь определенные испытания и невзгоды, ты не научишься и не будешь понимать определенных вещей. Хорошо, конечно. И это общее понимание. Мы говорим, что есть много способов взглянуть на это. И один из способов... Я приведу тебе еще один пример. Он состоит в следующем. Чтобы мы действительно ценили рай, нам нужно увидеть противоположное ему. Если бы Бог поместил меня сразу в рай... Да. Я бы не очень ценил рай. Потому что рай — это единственное, что я знаю. Ты понимаешь, что я пытаюсь сказать? Да. Но если я пережил испытания... Почему это плохо? Извини. Почему это плохо? Потому что ты бы не ценил этого. То есть ты не был бы удовлетворен так же, как если бы ты знал противоположность этому. Поэтому я был бы счастливее и был бы намного более удовлетворенным, если бы я испытал невзгоды и трудности перед тем, как попасть в рай. Ты согласен? И рай был бы большим или очень большим вознаграждением для меня. Потому что я был здесь и испытал боль. Поэтому я буду знать, что значит никогда не испытывать боль. Поэтому смысл этого... Если ты не имеешь зла, то ты не узнаешь, что такое добро. Но тогда я имею в виду, для меня, если взять мою жизнь... Как и у всех, есть взлеты и падения. Да. Но потом я вижу других людей, которые просто живут всю жизнь в страданиях. И вся их жизнь прискорбна. Ты говоришь, они не страдают? Ты говоришь, они не страдают? Нет, вся их жизнь страдания. И таких случаев было много. Они никогда не видели счастья на этой планете. Я не согласен. Я думаю, что самые счастливые люди сегодня... Да. Это люди, у которых наименьшее количество материальных потребностей. Я думаю, если бы ты поехал посмотреть... Знаешь, сегодня на Западе самый высокий уровень депрессии, чем где-либо. Самый высокий уровень депрессии. Они постоянно на таблетках. И они даже не могут определиться со своим пулом. Мужчина они или женщина. Да-да-да. Люди в замешательстве. Отправься в Африку в деревню и посмотри, как счастливы там люди. Ты увидишь истинный уровень счастья. У них наименьшее количество материального. Наименьшее количество технологий и тому подобного. Они живут реальной жизнью. Взаимодействуют с людьми и едят натуральную пищу, что Аллах дает им. Они самые счастливые люди на земле. Ваалейкум ассалям, брат. В общем, ты можешь сказать это? Да. Я думаю, что ты очень близок, не знаю, к палестинцам. Да. Или Северной Корее. Ладно, эти люди, они... Что ты думаешь? Большинство этих людей становятся атеистами или они больше верят в Бога? Они больше верят в Бога. Почему? Хорошо. Если ты спросишь меня, это потому что... Вся их жизнь была довольно плохой. Хорошо. И единственный способ смириться с этим для них, это сказать, что все в порядке, должно быть что-то помимо этого. Потому что если нет... Нет. Почему они не скажут, как ты? Извини. Тот аргумент, который ты привел. Да. Почему они не говорят... Хорошо. Если Бог существует... Знаешь, почему Он позволяет мне, мусульманину, страдать таким образом? Разве это не более рациональная вещь? Да-да. Тоже. Так что я говорю, потому что они ясно осознают, что в Коране четко оговорено, что это жизнь, это испытание. Это жизнь что? Извини. Ты сказал, это жизнь, это... Испытание. А, испытание. Да. Так что для того, чтобы я был испытан, я должен испытать невзгоды и облегчение. Испытание не может состояться, если ты не испытаешь оба. Например, для того, чтобы человек мог выбирать между двумя вещами, должен быть выбор хорошего и плохого. Поэтому если человек, скажем, человек хочет убить другого человека, и Аллах останавливает его, и вообще не позволяет ему совершать зло, тогда как Аллаху испытать этого человека, если он не позволяет ему творить зло изначально? Поэтому в мире должно существовать зло, если эта жизнь является испытанием. Но то, что делают люди, они убирают представление о загробной жизни. Эти люди знают, что в загробной жизни они получат возмездие за то, что они совершили. Они знают, если они отвергнут Бога, зная в глубине души, что Творец существует, всё, что произойдёт, они будут страдать в этой жизни, и также будут страдать в последней. Да. Поэтому они знают, что есть Творец. И они знают, что за всё это будет компенсация. Что бы ни случилось с ними в этой жизни, будет компенсация. Потому что они знают, что Ислам — это истина. Я имею в виду, это то, на что они надеются. Нет. Мы можем доказать это. Как ты можешь доказать? Мы можем доказать, что Коран — Ислам — истина. Это не то, что мы просто верим, что Коран — Ислам — истина. Нет. Есть доказательства того, что Ислам — и Коран — истина. Ты ведь видел мои видео, не так ли? Ты говорил, что смотрел. Да, я смотрел некоторые твои видео. Можешь ли ты сказать, что я разумный и рациональный человек? Да, несомненно. Если я разумный и рациональный человек, думаешь ли ты, что я буду делать всё это без доказательств того, что это истина. Просто подумай об этом секунду. Если у меня нет рациональных логических доказательств, что это от Бога, я убежден. Буду ли я стоять здесь в такую погоду, дискутируя с тобой? Да-да, я понимаю. Я просто буду сидеть дома в тепле. Ты говоришь логичные доказательства? Ладно, это важно. Давай откроем эту тему насчет доказательств существования Бога, хорошо? Ладно. Сначала давай поговорим о существовании Создателя. Хорошо. Веришь ли ты, что что-то может произойти из ничего? Ничто — это отсутствие всего. Энергия, материя, пространство, кванты — буквально всё. Я думаю, это очень глубокий вопрос. Я думаю, это простой вопрос. Смотри, если нет энергии, материи, пространства, кванты... Да. Как может существовать что-то? Хорошо, я согласен с тобой. Да, скажем, я согласен с тобой. Это означает, что всегда было что-то. Потому что ничто никогда не существовало. И это что-то не Вселенная. Потому что мы знаем, что у Вселенной есть начало. Да, я думаю, логически для меня это очень сложно вообразить. Я думаю, это очень сложно. Почему? Потому что время и пространство не были такими, какие они сейчас. Время и пространство, какими мы их знаем? Точно. Поэтому мне очень трудно представить это. Поскольку они сильно отличались от того, какими они были. Я сделаю тебе проще. Да. Мы верим, что есть разные концепции времени. Давай возьмём базовое определение. Хотя это не моё постоянное определение времени. Скажем, время — это измерение изменений. Время что? То измерение изменений. Если нет изменений, нет времени. Ладно. Давай используем его, хотя я не уверен, что это точное определение. Это общеизвестное определение. Потому что подумай об этом. Если ничего не двигается и ничего не происходит, будет ли существовать время? Когда мы говорим «время остановилось», если взять, к примеру, фильмы, они останавливают всё. Больше нет изменений. Да, но ты можешь не иметь изменений в одном месте, но время продолжается. Но ведь где-то есть изменения. Да, где-то. Ты ведь понял. Но я говорю, если нет изменений вообще. Это и есть измерение изменений. Например, мы измеряем изменения по Солнцу. Ладно. Постоянно происходит изменение, правильно? Это общее определение. Да, это имеет смысл. И также время относительно. Это ещё одна вещь. Это означает, что если ты находишься в другом месте, ты можешь ощущать время по-другому. Изменения ощущаются по-разному, верно? Если ты окажешься на других планетах, время там будет течь по-другому. Да-да. Хорошо. Поэтому мы говорим, что если время — это измерение изменений, мы говорим, что изменения, которые мы можем знать, останавливаются на начале Вселенной. Но должно произойти ещё одно изменение, чтобы эта энергия стала материей, чтобы начать существование. И это то, чего мы не можем достичь. Потому что наши уравнения в действительности останавливаются на сингулярности. Да, я думаю, что мы не можем достичь. Или у нас нет инструментов. Я думаю, что один из моих аргументов в том, что... Что да, может быть, мы просто ограничены нашим мозгом из-за нашей биологии и нашего мозга. И наших возможностей просто не хватает, чтобы ответить на все эти вопросы. Нет-нет. Я думаю, что некоторые люди просто уклоняются от очевидного ответа. Ты знаешь, что значит «уклоняться»? Это способ игнорировать ответ, не давать очевидный ответ. Да, я думаю, что некоторые люди делают это. Да, но... Я скажу тебе. Смотри. Используя здравый смысл, который ты используешь, чтобы сказать, что ты не можешь получить что-то из ничего, мы говорим, что Вселенная... Мы знаем, что у неё есть начальная точка. Да. И она не может возникнуть из ничего. Значит, она должна произойти от чего-то. Поэтому мы не можем говорить, что мы не знаем. Но мы знаем. Понял. Она должна произойти от чего-то. Хорошо. Если Вселенная должна произойти от чего-то, какими необходимыми атрибутами должно обладать это что-то, чтобы привести эту Вселенную к существованию? Подумай со мной. Первое, что мы говорим, что оно не связано пространством и временем, как мы уже знаем. Потому что пространство и время произошли с началом Вселенной. Да. Оно не подвержено законам Вселенной. Да. И оно должно быть вечным, правильно? Вечным. Но если не было времени до этого, что значит вечность? Нет начала и нет конца. Всегда существующий. Но если не было времени, как ты определяешь начало и конец? Поэтому я говорю, что нет начала или конца. Оно всегда там. Хорошо. Это определение вечного, правильно? Поэтому мы говорим, что это что-то вечно. Потому что мы сказали, что изначально у нас не может быть ничего. Что означает, что должно быть что-то по определению, которое всегда существовало, верно? Мы используем время как концепт, чтобы объяснить эту идею. Что что-то всегда существовало, правильно? Да. И также оно должно обладать атрибутом разума. Ты согласен? Можем ли мы иметь информацию, законы во Вселенной, галактики, орбиты, планеты без знаний? Если честно, я не знаю. Я имею в виду, у меня нет ответа на этот вопрос. Можно ли иметь информацию без разума когда-либо, в любой человеческой практике? Информация без разума? Я не уверен. Как ты... Из нашего опыта, из всего, что мы знаем во Вселенной, может ли когда-либо существовать информация без разума? Как ты определишь информацию? Информация — это группа связанных различных вещей, которые организованы определенным образом. Например, как твой ДНК. Он имеет код. Да. И этот код имеет числа. И эти числа сложены определенным образом. Но камень тоже имеет информацию. Но это не разумный камень. Нет-нет. Этот камень — продукт разума. Просто обычный камень? Да. Это продукт разума. Это утверждение, которое я делаю. Хорошо, да. Потому что он... Да. Теперь я понял, что ты имеешь в виду. Да-да. Потому что если атомы связаны, они связаны определенным образом. И организованы определенным образом. И эту организованность и связанность невозможно осуществить без воли, разума и также намерения. Да. Поэтому у него есть воля. И оно должно обладать волей, разумом, силой или энергией. Потому что всё во Вселенной содержит атомы. И атомы содержат энергию. Если, к примеру, мы расщепим атом, произойдёт атомный взрыв. Очень много энергии и силы. И мы называем это силой. Поэтому это что-то вечное, имеет волю и даёт существование Вселенной. Правильно? И это что-то обладает мощью и разумом. Как бы ты это назвал? Да. Я имею в виду, ты можешь назвать это Бог. Да. Так теперь мы согласны с рациональной точки зрения? Да-да. Смотри. Иногда проблема некоторых людей не в рациональности, а в их сердцах. Да-да. Правильно? Так что слепы их сердца, а не глаза. И Аллах сказал это в Коране. Да. То, что я говорю тебе сейчас, это очень рационально. Ты выглядишь как честный человек. Это моё суждение о тебе. Я постоянно говорю с людьми. Поэтому я могу примерно определить честных людей. Так что ты, как честный человек, ты понимаешь, что это имеет смысл, не так ли? Причины, которые я привёл к тебе. Но мы всё ещё далеко от того, что этот Бог именно Бог мусульман. Нет-нет, конечно. Пока что мы определились с его атрибутами. Хорошо, ладно. Но чтобы узнать больше о пророках, посланниках и тому подобном, мы должны посмотреть на откровение и Писание. Это откровение должно продемонстрировать, что оно исходит от Бога правильно? От сущности, о котором мы говорили. Почему же мусульмане говорят, что Коран исходит от Бога? Есть несколько причин. Я приведу тебе пример. Одна из причин. Пророк Мухаммад жил 1400 лет назад. В то время у них были определённые знания и определённая информация. Да. И у них был определённый взгляд на мир. У них не было технологий, не было машин, телескопов и тому подобного. Я хочу, чтобы ты поставил себя на их место. Да-да. И пророк Мухаммад не умел ни читать, ни писать. Поставь себя на это место. Пустыня, Аравийский полуостров. Не умеешь читать и писать. Нет технологий, ничего. Правильно? И затем пророк Мухаммад говорит о будущем. И всё, что он говорит, происходит так, как он говорит. И это всё теперь является критерием. Он выдвигает несколько пророчеств, и он говорит их перед тем, как они произойдут, и он сам не исполняет эти пророчества. К примеру, он не говорит, что книга упадёт и затем роняет книгу. И это ясные предсказания. Ладно. И они ясные и чёткие. Они как у Настрадамуса. Та нешу разницу, которую он нёс. Правильно? Теперь с этими критериями. Может ли какой-либо человек знать будущее 1400 лет назад и говорить о будущем даже сегодня? Я бы сказал, это зависит от уровня чёткости. Да. Мы говорим, что это ясные предсказания. Ладно. Это зависит от... Скажи мне эти предсказания. Дай мне несколько примеров. Хорошо. Пророк Мохаммед сказал, указывая конкретно на арабов-бедуинов. Не все арабы-бедуины. Ты знаешь, кто такие бедуины? Нет. Это люди, которые живут в пустыне, в палатках и тому подобном. И у них нет зданий и цивилизации. Так что это люди, которые живут в пустыне. Их называют бедуинами. Пророк Мохаммед сказал, что вы увидите босоногих арабов-бедуинов. Босоногие, то есть они не носят обувь. Вы увидите босоногих арабских бедуинов? Он сказал, «Вы увидите бацаногих арабских бедуинов?» Он говорит, что они очень примитивные, поэтому он сказал «бацаногие». «Хорошо». «Вы увидите, как они соревнуются в строении самых высоких зданий». «Где сегодня находится самое высокое здание в мире?» «У арабов в Дубае». «Да, бурж-халифа в Дубае». «Знал ли ты, что 50 лет назад Дубай был абсолютной пустыней?» «Ты знал?» «Да, да, да». «Почему это изменилось?» «Нефть». «Да, нефть». Пророк Мухаммед также сказал, что земля извергнет свои сокровища, и деньги станут обильными среди вас, арабов. Может быть, это было общим предсказанием, если он не говорил именно о времени. Я скажу тебе, почему это не общее. Я приведу тебе пророчество, где говорится про конкретное время. Я тоже могу сделать предсказание о китайцах, что они станут строить высокие здания, и потом, спустя 100 тысяч лет, в будущем, это может осуществиться. Нет проблем. Я скажу тебе, в чем отличие. Первое отличие – арабы были очень примитивной цивилизацией. Они не были сверхдержавой в мире, как китайцы сегодня, верно? Это не очень хорошее сравнение. Хорошо. Пророк говорит об очень примитивных людях. И эти примитивные люди находятся между двумя большими империями. Двумя крупнейшими империями в мире в то время. Римской и Персидской империями. И эти империи расширялись. Так что они даже не знали, будет ли завтра существовать арабы, не говоря уже о строительстве зданий, правильно? Ладно. И арабы не были известны строительством высоких зданий. Но арабы раньше строили в земле, чтобы спрятаться ажиры. Но люди, которые были известны высокими постройками, это персы и римляне. Так что если ты хочешь делать правдоподобные предсказания, было бы легче сказать, что это сделают персы и римляне. Да, это было не самое простое предсказание. Да, я соглашусь. Легче было бы сказать, что это сделают персы и римляне. И говорить, что земля не свергнет сокровища, и что деньги будут в изобилии у вас, когда они были бедными нациями. Да, может быть. Нефть не было сокровищем до нашего времени из-за технологий. Но он не говорил о нефти. Но он говорил о... Пророк Мохаммед, мир ему сказал, что это вещи, как золото и серебро. И похожие на золото и серебро. И сегодня нефть называют черным золотом, буквально. Да, ну, хорошо. Да, я имею в виду, это очень логично. Отлично. Дело в том, что это идея созидания. Ты понимаешь, что я пытаюсь сказать? Да. Чем больше предсказаний он дает тебе, тем больше ты понимаешь, что он должен быть посланником Бога. Потому что он не стал бы делать все эти заявления, и все эти возможности осуществятся именно таким образом. Ты понимаешь, что я пытаюсь сказать? Да, да. Поэтому я только начинаю с этого, чтобы дать тебе начало. Братья и сестры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. А теперь позволь мне задать тебе вопрос. Что ты думаешь об эволюции? Что я думаю об эволюции? Ты спрашиваешь мое личное мнение? Или в общем мусульман? Ну да, мусульман. Ладно. Я скажу тебе. Что касается меня, я полностью отвергаю эту идею эволюции. Лично я, основываясь на моем исследовании, я полностью отвергаю эту идею. Потому что я увидел большое количество мошенничества и фальсификаций, которые они сделали, чтобы оправдать теорию эволюции. В их собственных журналах они выдвигают ложные утверждения, которые тот же журнал опровергает через некоторое время. Правильно? Так что это моя точка зрения. Моя личная позиция касательно теории эволюции. Да. Но мусульмане... Некоторые мусульмане что они сказали? В первую очередь они говорят, что в Коране и Хадисах нет ничего ясного о происхождении животных. Не о людях, а о животных, хорошо? А также есть люди, которые пытаются объяснить существование людей здесь и там, хорошо? Ладно. Я не согласен с этими людьми. Но есть также некоторые люди, которые пытаются примирить определенные вещи в теории эволюции. То, что я пытаюсь сказать, на самом деле, это не значит, что ты должен полностью отвергать теорию эволюции, чтобы быть мусульманином. Ты понимаешь, что я пытаюсь сказать тебе? Да. Но моя позиция... Да, я говорю с тобой, поэтому я хотел бы поговорить о твоей позиции. Да, это моя позиция. Я полностью отвергаю эту идею на основе моего исследования. Я отвергаю эту теорию, основываясь на цепочке доказательств, опровергающих ее правильно. Например. Так что, скажем, ты видишь, я не знаю, 30 разных пород собак. Думаешь ли ты, что все эти породы произошли от сотворения или человеческого... Но это не эволюция. К примеру, скрещивание. Например, два близких вида скрещиваются и производится смешанный вид. Никто не отвергает это наблюдаемое явление. То есть мы можем... Например, когда лошадь и осел спариваются, происходит мол. Это наблюдаемая вещь, которую никто не отвергает. Хорошо. Но то, что я имею в виду, эволюция — это не про скрещивание похожих видов. Но эволюция — это когда один вид эволюционирует в совершенно другой вид. Да-да. Но проблема... Да, это крайность. Изначально эволюция означает, что один вид, я имею в виду, происходит мутации и отклонения, пока не происходит совершенно другой вид. Нет-нет. Имейте в виду, что вначале была рыба, затем она начала ходить и так далее, доходя до создания сегодня. Да-да. Вы начинаете с одного вида, и оно медленно начинает развиваться, пока не становится таковым. Да, всё началось с клетки. Да-да. Но откуда появилась клетка? Как она произошла? Да. Ты знаешь научный ответ? Ну, я смотрел несколько документальных фильмов, и... Ответ я не знаю. Но это не то, что я не знаю. Нет, они говорят, мы не знаем. Хорошо, но... Смотри, я скажу тебе, что они сказали. Они сказали, что на протяжении тысяч лет по морю ударяла молния, и так произошла клетка. И эта клетка эволюционировала в рыбу. И эта рыба эволюционировала в другие виды. А не это серьёзно? Я понимаю, то, что мы говорим, я не знаю. Или мы не знаем. Потому что это очень сложный вопрос. Нет-нет. Мы пока что этого не знаем. Нет-нет. Смотри, в основе, чтобы выдвинуть какую-либо теорию, ты должен объяснить начало этой теории. Ты не можешь играть в эти игры. Смотри, они ведь не говорят, что мы не знаем во многих вещах, которые они действительно не знают. К примеру, они утверждают, что существовал вид, которого они назвали Homo erectus. Хотя у них нет никаких доказательств существования Homo erectus. Ноль. И что они сделали? Они собрали разные кости от разных животных, и они говорят, конечно, мы не уверены, могут ли они быть от разных животных. И затем они соединяют вместе определённые кости, и затем рисуют картинки. И говорят, это Homo erectus. И он якобы ходил здесь, и он был получеловеком. Серьёзно? Откуда ты знаешь это? Смотри, это вся их теория. Я говорю тебе, это и есть теория эволюции. Да. Они берут похожие гены от разных видов и игнорируют огромное количество несхожих генов, и даже в своих исследованиях они говорят, что они игнорируют несхожие гены. Поэтому, когда они используют подобную методологию, выходит, что генетическое сходство человека с бананом 50 или 60%. Это зависит от того, какую коллекцию генов вы используете, и какой метод вы используете, чтобы сказать, что этот ген имеет точное сходство с этим геном. Правильно? Да. Поэтому, поскольку они используют разные способы и игнорируют большинство генов, которые не имеют сходства, и затем они выходят к нам со слайдом. О, это 99% сходства. И, кстати, у некоторых 99, у некоторых 98%. Да-да, я думал об этом. Да. Проблема в том, что они очень противоречивы. Некоторые исследования говорят 98, некоторые 99, а также есть другие числа. Почему они это делают? Они пытаются убедить простого человека, как ты. Смотрите, у нас есть доказательства. Гены являются доказательством. Летопись окаменелости является доказательством. Нет, но я имею в виду, когда я вижу медведей, скажем, есть пять разных видов медведей, таких как гризли, бурый, полярный, черный медведи, я не знаю. И для меня они выглядят очень-очень похожими. И не было бы безумием думать, что они происходят из одного и того же места. Я отвечу. Это очень просто. И очень... Но разве не было бы разумно думать, что они исходят от одного и того же Творца? К примеру, если ты посмотришь на айфон, разные модели айфонов, они все похожи. Они от одного и того же производителя. Так что не проблема, что они произошли от одного и того же производителя. Но позволь мне ответить тебе. То, что ты сейчас упомянул, называется гомология. Гомология была опровергнута. Гомология значит, что сходство указывает на общих предков. Это то, что ты сказал. Это определение этого термина. Хорошо, ладно. Это называется гомологией. Гомология была опровергнута. Почему? Есть много причин для этого. Например, саблезубы-тигр. Можешь погуглить это. Саблезубы-тигр — это тигр с зубами, как сабли. О, да-да. И он не имеет общих предков с какими-либо тиграми. Это согласно теории эволюции, хорошо? Так что сходство не связано с общим происхождением. И поэтому, когда ты открываешь их книги, они говорят, что сходство указывает на общих предков. Они говорят, что предки людей — это мыши и лошади. Где гомология? Да. Где сходство между мной, лошадью и мышью? Ну, если ты подумаешь об этом, я имею в виду, у тебя два глаза. У тебя есть рот и у тебя есть желудок. То есть ты говоришь, что ты похож на мышь и лошадь? Я говорю, что у нас много общего с ними, да. Нет-нет, смотри, мы очень разные. Да-да, но... Просто потому, что у нас есть те же самые атрибуты, похожие конечности и... Нет, я хочу сказать, если бы ты, не знаю, был бы пришельцем из другой вселенной, но я прихожу сюда и вижу эти две вещи. И у обоих есть четыре конечности, рот, два глаза. Нет, мы выглядим совершенно по-разному. Да, мы разные, но в то же время у нас есть нос, у нас есть уши, у нас есть два глаза. Это безумие. Нет проблем. Но это не гомология, то, что ты используешь. Но гомология — это сходство в строении или структуре. Да, я думаю, есть разные уровни. И поэтому я упомянул разных тигров. Потому что они очень похожи. Да-да, я имею в виду, там есть разные уровни. Точно. Я использую этот же аргумент против тебя. Я говорю, если это было бы так, что у нас общие предки, то почему мы не похожи в нашем строении на мышей и лошадей? Я имею в виду... Ты должен быть последовательным. В конечном счёте, если мы все произошли из одной клетки, я думаю, что... Хорошо. Если ты вернёшься назад, то у нас нет ответа, откуда произошла эта клетка. Смотри, дело в том, что любые доказательства, которые ты можешь привести мне сейчас, я опровергаю их один за другим, потому что я исследовал эту тему. Хорошо? Да-да, я понимаю. Я не просто говорю это. К примеру, они говорили о задних костях кита. У них что? Кости. Эти кости находятся в задней части кита. Они сказали, смотрите, на самом деле эти кости раньше были ногами, и они ходили. Да-да. И ты это увидишь, если откроешь книгу биологии Ревина и Джонсона, издание 2017-18 года. И эти книги принадлежат профессорам и академикам. И затем у нас есть исследование 50-летней давности, в котором говорится, что это не рудиментные органы. Ты знаешь, что такое рудиментные органы? Да, это органы, которые раньше использовались, а сейчас нет. Всё верно. Это исследование говорит, что на самом деле это не рудиментные органы, но они очень даже используются, к примеру, для спаривания и для других различных функций. Так что смотри, они лгут тебе даже в своих собственных исследованиях и книгах. Сначала они говорят, что эти органы полезные. Хорошо. А затем в издании 2017-18 года они пишут, что они бесполезные. Дело в том, что они хотят убедить таких людей, как ты, и многих других людей на Западе. И есть даже документальный фильм об этом. Он называется «Изгнанные». Этих людей увольняют с работы профессоров, академиков, только потому, что они отвергли теорию эволюции. И потому, что они упомянули о сотворении Богом в исследовании. Этих людей сразу увольняли, потому что Бог против науки по их утверждению. Если ты упомянушь это, тебя сразу уволят. И ты больше не академик. Хорошо? И в этом документальном фильме есть имена исследователей, которые... То есть их уволили, потому что... Да. Эти профессора сами рассказывают об этом. Посмотри. Да, я посмотрю. То, что я говорю тебе, причина, по которой я отверг всю теорию, заключается в том, что каждое отдельное доказательство, которое они предоставляют, есть опровержение ему, каждому доказательству. Хорошо. Поэтому, если нет никаких доказательств, то почему мне вообще смотреть на эту теорию как на что-то, что имеет какой-либо смысл? Но почему они так сильно стараются идти против этих людей? Почему? Да. Ладно. Возьмем, например, такого, как Ричард Докинс, который является одним из самых больших пропагандистов этой теории на Западе. Он один из людей, которые возродили эту теорию. Какую теорию? Эволюции? Да-да. Конкретно теорию Дарвина. Ты не знаешь Ричарда Докинса? А-а-а. Да-да. Ричард Докинс, извини, просто не услышал. Он известен. Да. Ричард Докинс, один из четырех всадников атеизма. На ютубе есть видео, если хочешь, ты можешь найти его. Он сказал, что эволюция никак не опровергает существование Бога. Понятно, эволюция не опровергает существование Бога. Но затем он продолжает. Но простые люди, как ты, полагают обратное. Он имеет в виду, что те, кто не разбирается в биологии, думают, что опровергает. Я же, конечно, так не думаю, потому что я исследовал это. Но большинство обычных людей думают, что эволюция опровергает существование Бога. Потому что опровергает существование Адама и Евы и так далее. И поэтому он сказал, что все, что ему нужно сделать, это убедить обычных людей, что эволюция – это истина, и они оставят Бога. Поэтому, когда есть эта группа людей, атеистов, которые возглавляют ученых и британские журналы, и продвигают эту чушь, и они пытаются убедить людей в достоверности эволюции любыми способами. Потому что они не хотят, чтобы люди верили в Бога. И я могу построить это дело. Но в чем выгода для них? Ладно, во-первых, они атеисты и презирают все религии. По разным причинам. Может быть, из-за собственного опыта. Может быть, они были христианами. Они ничего не знают об исламе. И Ричард Докинс, он написал книгу о провержении христианства. Но он не сделал то же самое против ислама. Потому что он просто не знает об исламе. Он просто обобщил, что все религии ложные, потому что он опроверг христианство. Серьезно? Дело в том, что у них есть свои причины для этого. Но, в общем, на Западе даже правительства не хотят, чтобы люди были религиозными. Почему? Потому что они станут более нравственными, и станут вести более здоровый образ жизни, и будут больше размышлять, и будут больше протестовать против системы. И чем более ты глупый, и чем большее количество ядов и наркотиков ты принимаешь, да-да, тем более легче управлять тобой. Да, тобой легче управлять. Так что я могу привести много причин. Но дело в том, что факты, которые я показал тебе, находятся в тех же научных журналах, которые утверждают, что эволюция – это доказанно. Но те же самые научные журналы опровергают доказательства эволюции. Ты сказал, что легче будет контролировать. Но разве религия не тот же способ для контроля людей, согласно тебе? В этом и есть смысл. Так и будет, если это не истина. Поэтому я посмотрел на доказательства эволюции и опроверг ее, основываясь на них же. И ты также должен посмотреть на доказательства религии. Если нет доказательств достоверности религии, тогда я соглашусь с тобой. Хорошо. Это еще один способ контролировать людей. Именно поэтому ислам не может быть способом контроля людей. Потому что он не дает абсолютной власти правительству, а только Корану и Сунья. Правильно? Что делает религия? Она фокусируется в основном на твоей жизни. Фокусируется в основном на тебе, как на человеке. Конечно, ты должен подчиняться правилам, чтобы не было хаоса. Но это ведь одинаково для каждой религии, или нет? Что они фокусируются на самих людях. Да, но это то, что я говорю тебе. Это не совсем для контроля людей, если это для улучшения твоей жизни. Да, это то, что они говорят в начале. Но потом... Поэтому я сказал тебе пойти исследовать религию, правильно? И теперь возвращайся к исламу и доказательства пророка. Потому что мы ушли к эволюции. И я верю, что мы закончили эту тему. Да. Если хочешь, я дам тебе плейлист, в котором есть опровержение всех доказательств эволюции. Один за другим. Чтобы ты посмотрел его, хорошо? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...